Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенковой. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о таких событиях. День памяти погибших воинов в Софринской бригаде вспомнили погибших товарищей. Начни свой день с благотворительности. Акция с таким названием в поддержку онкобольных детей состоялась в Одессе. В рамках празднования Дня космонавтики в Москве прошел космический фестиваль. В Софринской отдельной бригаде оперативного назначения Центрального регионального командования внутренних войск МВД России состоялся День памяти. В нем приняли участие ветераны внутренних войск МВД России и Софринской бригады. Бойцы этого элитного подразделения были во всех горячих точках бывшего СССР. В Баку, на Горном Карабахе, Осетии, Ингушетии, Дагестане и Чечне. 109 из них не вернулись домой. О событии расскажет Иван Жушман. Героям Софринской бригады салютуют ежегодно 7 апреля в День памяти павших бойцов. Традиционно сюда приезжают те, в чьих сердцах до сих пор живет горечь утраты. Это матери, жены, дети. День памяти Софринская бригада отмечает в честь героя Советского Союза лейтенанта Олега Бабака, который стал последним получившим золотую звезду СССР. Он погиб именно в этот день в 1991 году от пуль армянских боевиков. Попав в засаду, он до последнего патрона вел бой, приказав своему отряду отступать. Из отряда Бабака никто не погиб. Мы были на границе между Арменией и Азербайджаном. Армянские боевики все время пытались прорваться в населенный пункт Азербайджана и учинить там побоище. Но это им не удалось. Вот застава, которую возглавлял лейтенант Бабак Олег Яковлевич, она вела самоотверженную службу, и боевики так и не прорвались на границу Азербайджана. Маргарита Колцун сейчас живет в Санкт-Петербурге. Приезжать каждый год в подмосковное Софрино получается не всегда. Но в этом году она взяла с собой сына, чтобы почтить память погибшего мужа и на месте показать мальчишке, каким героем был его отец, выполняя свой воинский долг. Старшего лейтенанта Романа Колцуна пуля сразила в Чечне в 1996 году. Во время проведения инженерной разведки. 20 сентября они уехали в командировку. С этого плаца мы его проводили. Через 4 дня его не стало. Когда муж погиб, сыну было год и 9 месяцев. Я была в декретном отпуске. Через 40 дней пришлось выйти на работу. Потом устроились, в часть взяли работать. Еще мы здесь прожили в Подмосковье. Служила здесь в бригаде 5 лет. И так получилось, что сыну надо было идти в первый класс. И мы уехали в Санкт-Петербург, то есть в мой город. 109 портретов. 109 погибших бойцов бригады со дня основания. Свою историю софренцы ведут с 1988 года, когда руководством СССР было принято решение о создании бригад оперативного назначения внутренних войск для ликвидации очагов напряженности в различных регионах. С тех пор, ставшей уже легендарной бригаде, пришлось участвовать почти во всех горячих точках Советского Союза и современной России. Когда военнослужащий внутренних войск применяет оружие, он вначале подставляет себя. Он не бросает гранату, не ведет огонь из орудия, не разрушает все дотла, потом и не смотрит. А что получилось? Вот он должен выйти, узнать, и вот на этом, конечно, и в основном и потери. Многие бойцы перед отправкой в зону боевых действий обязательно посещают армейский храм. Настоятель Александра Невского храма Софринской бригады Игумент Феофан до сих пор помнит каждого, кто приходил к нему на Таинство Исповеди перед отъездом. Находясь на военных действиях, конечно, человек знает, что в любую минуту он может погибнуть, а значит, может пристать на суд Божий. И каждому хотелось бы пристать на суд Божий с чистой душой. Но, наверное, еще в большей степени хотелось бы остаться живым. И поэтому человек на военных действиях, он, соответственно, чаще вспоминает о Боге. Если есть священнослужитель, то использует это возможность, чтобы и помолиться, чтобы попросить молитв, чтобы спросить что-то, духовные какие-то вопросы. Софринская бригада прошла все горячие точки с конца 80-х. Вильнюс, Баку, Тбилиси, Нагорный Карабах, Душанбе, Нахичевань, Кабриненобалкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Моздок, Дагестан, обе чеченские компании. Сегодня это одно из самых мобильных и боеспособных объединений. Подлинная элита войск правопорядка. Ведь в нем больше половины состава – краповые береты. Мир не стоит на месте. Развивается и медицинская отрасль. К сожалению, нынешнее финансовое положение украинских лечебных учреждений не всегда позволяет идти с ним в ногу. К примеру, маленькие пациенты онкогематологического отделения Одесской детской областной больницы вынуждены проходить более точное обследование за сотни километров от дома. Только потому, что в их родном городе нет специального медицинского оборудования. Облегчить и без того тяжелую жизнь больных детей взялись студенты вузов Южной столицы. В рамках акции «Начни свой день с благотворительности», инициированный Одесским благотворительным фондом «Пчелка», молодые люди активно принимают участие в сборе средств на закупку уникального аппарата. Как прошел первый день акции, знает Наталья Марчук. Чтобы пройти необходимое обследование для постановки точного диагноза, этим маленьким пациентам онкогематологического отделения Одесской детской областной больницы порой в тяжелом состоянии по нескольку раз приходится преодолевать более 400 километров из Одессы в Киев. На сегодняшний день только в столице имеется уникальный прибор – цитологическая центрифуга, который может выявить заболевание на самых ранних сроках. Стоит он более 130 тысяч гривен. В ходе пресс-конференции, прошедшей на минувшей седмице в Одесском горсовете, врачи-гематологи заявили – для отделения сумма не посильна и обратились к городу за помощью. Этот аппарат хотим уже очень давно, уже несколько лет, но, к сожалению, не получалось. И сейчас, если этот аппарат мы получим, это намного облегчит, во-первых, диагностику, во-вторых, стадирование процесса и, естественно, прогнозы заболеваний и лечения. На призыв гематологов о помощи откликнулся Одесский благотворительный фонд «Пчелка», давно известный одесситам своей масштабной плодотворной деятельностью. На сей раз акцию по сбору средств запланировали в вузах Южной столицы. 200 волонтеров-добровольцев согласились принять участие в этой акции. Огромное спасибо студентам различных вузов города, которые поддержали, и у них есть опыт проведения аналогичных акций. У студентов Одесской государственной академии строительства и архитектуры день благотворительности начался с самого утра. Перед входом в учебный корпус парни и девушки-волонтеры рассказывают сверстникам о целях акции и сразу же находят отклики. Надо помогать, потому что, по сути, им помочь никто не может. Большие деньги. Такое горе может, не дай бог, случиться с каждым и у каждого. И потому, я считаю, в этом деле надо как-то работать сплоченно и поддерживать людей, у которых есть такое заболевание, тем более если это дети. Таким образом рассуждают сегодня многие молодые люди. Ради помощи ближнему они готовы даже объединиться. Люди наши могут быть сплоченными и объединены одной идеей – помочь ближнему человеку, то есть своему соседу, брату. То есть никто не знает, когда, чем может заболеть. А вот руководство вуза в проведении данной акции видит не только благотворительный характер. По мнению педагога, мероприятие для студентов является практической школой нравственности и милосердия. Мы не только должны выучить, дать профессиональное знание нашему студенту, но мы должны воспитать из него человека, гражданина. Это воспитывает милосердие, это помогает тем людям, которые не могут сами себе помочь. И нас это радует, что наши студенты, преподаватели, сотрудники активно в этом участвуют и приносим какую-то пользу этим. Собрать необходимую сумму в Одессе на самом деле очень просто. В рамках города Миллионика всего-то необходимо, чтобы хотя бы 10-15% населения сделали свой вклад в размере 1 гривны. На сегодняшний день в Южной столице насчитывается более 100 тысяч студентов. Если сегодня каждый из них начнет свой день с благотворительности, у страждущих опасным недугом детей появится больше шансов на жизнь. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. В рамках празднования Дня космонавтики 12 апреля в Москве прошел космический фестиваль. Всех желающих учили собирать ракеты, знакомили с робототехникой и приглашали в полет на Марс. Программа фестиваля специально разрабатывалась с учетом предпочтений и детей, и взрослых. Для детей в Доме культуры ВВЦ устроили открытые уроки, посвященные ракетостроению. Аудиторию постарше пригласили побывать на выставке космических моделей и макетов и поучаствовать в космическом флешмобе. Также на космическом фестивале всежелающие могли сфотографироваться в скафандре и увидеть действие тренажер «Марс Тефа», который представляет из себя модель станции Марс. Закончилось празднование торжественным запуском моделей ракет. Благодаря техническим возможностям московского планетария, обеспечивающим обзор в 360 градусов, зрители стали участниками шоу и оказались непосредственно внутри видеопрограммы. Ее показали на самом большом в Европе куполе-экране в режиме живого моделирования. Далее в программе «Краткий обзор новостей», которые на этой неделе разместили православные сайты, Валерий Гриценко ознакомит вас с этой информацией. Здравствуйте! На этой неделе православные сайты разместили много интересных публикаций. На некоторые из них мы, как всегда, хотели бы обратить ваше внимание. Если вы такие звери, не жалуйтесь на джунгли. Материал с таким названием вы можете прочитать на интернет-портале «Радонеж». В газете «Комсомольская правда» недавно была напечатана статья, автор которой высказалась за то, чтобы не выхаживать младенцев, родившихся недоношенными. Мол, все равно из них потом в 90% случаев вырастут несчастные инвалиды, которые будут в тягость себе и обществу, на содержание которых будут затрачены огромные деньги, а освободившиеся ресурсы можно употребить на помощь другим, более перспективным детям. Заголовок статьи достаточно красноречив «убить» или «растить инвалида». Мы не раз и не два слышали подобную апологию жестокости к больным детям, к старикам, к бездомным, к раковым больным, которые якобы отнимают деньги налогоплательщиков у людей благополучных и здоровых. Идея «убивать больных детей» возникает вновь и вновь, и, похоже, вызывает все меньше протестов. Как говорится в одном из древнейших памятников христианской письменности «Учение 12 апостолов» «Не умерщвляй, детятель зародыши, и рожденного не убивай». Но для многих современных людей это все отжившие предрассудки. Однако им следует задуматься, чем их жизнь важнее, чем жизнь недоношенного младенца. Можно ли открыто проповедовать зверства, а потом жаловаться на то, что вы оказались в джунглях? Размышления на эту тему вы найдете на интернет-портале «Радонеж». Куда отдать ребенка учиться? Что предпочтительнее – шаговая доступность или иностранный язык? Искать хорошего учителя начальных классов или ориентироваться на рейтинг выпускников? Критерии отбора и вопросы, которыми задаются родители каждую весну, с годами не меняются. В последние 20 лет появился еще один – отдавать ли ребенка в православную гимназию или предпочесть светскую школу? Ответы на эти вопросы вы найдете в публикации, размещенной на сайте журнала «Фома». Иконопочитание – истинное и ложное. Благочестиво ли украшать репродукциями икон, фресок, мозаик с ликами Христа, Богородицы, ангелов и святых угодников Божиих, обложки православных книг и журналов, первые полосы газет, календари и прочие вещи? Хорошо ли в православном магазине раскладывать иконы на полках, едва возвышающихся над полом? Так что покупатели, рассматривая лики святых Христа и Богоматери, вынуждены в буквальном смысле смотреть себе под ноги. Так ли должно выражаться наше иконопочитание и не переходит ли оно в свою противоположность? Эти и многие подобные вопросы волнуют не только автора статьи, но и многих православных христиан. В статье, которую разместил научный богословский портал «Богослов.ру», предлагаются на них ответы и возможные решения описанной проблемы. Читайте и узнавайте много интересного. О новых публикациях мы расскажем через неделю. Мы продолжаем выпуск и далее о событиях на такие темы. Здесь даже стены помогают. В белорусском городе Бобруйске, в еще не отстроенном центре поддержки семьи, материнства и детства, волонтеры ведут активную помощь нуждающимся. Всем миром! Жители Крыма приглашают всех желающих принять участие в восстановлении Крымского Афона, Свято-Успенского Бахчисарайского монастыря. Сельский туризм и рай для мекополисов. Жители Алтая выбирают зеленый туризм вместо курортов. В белорусском городе Бобруйске ровно год назад появилось социально-просветительское учреждение «Центр поддержки семьи, материнства и детства Покрова». Волонтеры центра работают над реализацией шести проектов, среди которых «Сохрани жизнь», «Каждому ребенку семью», «Вера» и «Трезвость». В центре постоянно трудятся более десяти добровольцев. В апреле исполнился ровно год с момента регистрации этого учреждения. О деятельности центра и о том, какой подарок получили волонтеры, их подопечные ко дню рождения, материали наших корреспондентов из Минска. В небольшом городе Бобруйске, который расположен в Могилевской области Белоруссии, ровно год тому назад родился Центр поддержки семьи, материнства и детства Покрова. Младенец оказался очень пытливым и активным, и уже через год своими недетскими делами заявил о себе на всю республику. За год центр вырос так, что отведенная для него часть помещения при Иверском храме Бобруйска стала мала. И тогда епископ Бобруйский-Быховский Серафим передал Центру большое здание в центре города по соседству с гимназией, домом-интернатом, социальным приютом и женской консультацией. Такое соседство оказалось как нельзя кстати. За год уже проявилось три программы, где находятся шесть проектов. Ведется работа у нас и в предобортных, женской консультации, предобортных консультирования, где у нас висят мониторы в каждой консультации, листовки, ведется консультация, где за последний, по этому вопросу, по этому проекту у нас за последний год 40 женщин пошли на сохранение. То есть уже есть, которые родились вы детей, уже есть мальчики, девочки. В Бобруйске убереть женщин от неправомерной ошибки стараются везде. На улицах города установлено 16 билбордов социальной рекламы в защиту семьи, материнства и детства. Такой же рекламой охвачен и весь общественный транспорт. Это общий проект Центра Покрова и Центральной городской больницы. Волонтеры Центра ведут активную работу в социальном приюте и интернате. В новом здании, расположенном рядом с детским учреждением, планируется устроить спортзал, историко-патриотический клуб, музыкальные студии с православным уклоном и творческие мастерские для ребят. А пока волонтеры Центра несколько раз в неделю посещают детей на местах. Для них очень важно, что их кто-то слушает, что кому-то интересно то, чем они хотят заниматься. Сразу в глазах появляется блеск, они начинают раскрываться и общаться, конечно, по-другому. Ну, как с близким человеком. В настоящее время Центр живет за счет пожертвований граждан и организаций. Сотрудники Центра рады любой помощи, ведь средства необходимы на ремонт и восстановление переданного епархии зданий. Но даже эти стены без коммуникации и всяческой отделки уже служат людям. Здесь организован бесплатный магазин женской и детской одежды. Ответственной за это предприятие является бывшая подопечная, теперь уже сотрудница Центра «Надежда». Я мать троих детей, забеременела четвертому. Ну, и вопрос, конечно, встал, как у любой женщины. Встретились мы с Андреем Владимировичем. После того, как мы с ним поговорили, я вернулась к жизни. Сейчас у меня родился ребенок, ему уже пять месяцев. Вот. Ну, я очень счастлива. Сейчас я работаю в Центре, должность моя ответственная за гуманитарную помощь. На втором этаже этого здания планируется благоустроить шесть комнат, в которых смогут найти временные пристанищи женщины с детьми и беременные женщины, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Как только здание будет приведено в эксплуатацию, там появятся первые жильцы, которые смогут провести в этих стенах до одного года. Волонтеры Центра распространяют свою деятельность и на наркологическое отделение городской больницы. Я вот работаю в наркологии медсестрой 13 лет, но начала заниматься этой деятельностью. Я даже не знала, что у нас крестьяне, вот именно действительно, когда я начинаю с ними говорить о Боге, у них какая-то радость в глазах. У них какой-то лучик, наверное, просвета. Ну, хотя ненадолго, но возникает. Очень нравится им. Еще до создания Центра Андрей Зубенко составил перечень из 600 мест лишения свободы России и Беларуси. Собирал деньги, делал оптовые закупки, рассылал православную литературу, аудио и видеодиски. За два года такие посылки были доставлены в 250 мест лишения свободы от Беларуси до Камчатки. Ну а параллельно с реализацией этих проектов, Центр активно готовится ко второму фестивалю многодетных семей «Счастье в детях», на который соберутся творческие семьи из всех областей республики. Центр будет решать задачи о создании крепкой, благополучной семьи. Это и есть цель наша. Создать крепкую, благополучную семью, которая бы в дальнейшем, в дальнейшем, дала бы свои формы, дала бы свои плоды. И я считаю, что не просто магистица важно, а важно еще и благотворительность этой семьи. Соборщайся и даже большие дела. Руководитель Центра следует евангельской заповеди спасителя. Стучите и отвертится вам. И хочется верить, что и этот проект, благодаря отзывчивости и пониманию тех, кто неравнодушен, тоже будет реализован. И годовалый Центр Покрова вырастет богатырем, который защитит и воспитает еще многих детей, из которых вырастут образцовые родители. Тарас Иванов, Анна Галковская, Матвей Родов, информационное бюро программы «Седмица Минск». В рамках программы «Восстановление святыни памятников Тавриды» жители Крыма приглашают принять участие в возрождении Свято-Успенского Бахчисарайского монастыря, Крымского Афона, названного так по начертанию афонских старцев на кресте, подаренном в день открытия Свято-Успенского скита в середине XV века. Приехать потрудиться в обители может каждый в любое время. Монастырь предоставляет ночлег и постные угощения в трапезной. На одном из субботников, совпавшем с годовщиной нападения на обитель в 2004 году, побывала и наша съемочная группа. Расположенный в двух километрах от Бахчисарая, в ущелье Святой Марии, пещерный монастырь, по мнению большинства ученых, был основан предположительно в конце VIII-начале IX века, когда в Крым бежали от преследования иконоборцев в Византии. Монахи и миряне селились в горах, создавая пещерные монастыри. Одним из них и стал Свято-Успенский, в истории которого немало трагических страниц. Но обитель чудом сохранилась до наших дней, ведь город Бахчисара и поселения, ранее расположенные на его месте, испокон веков носили другую веру. Но благодатная сила монастыря была так велика, что мусульмане и в том числе ханы приходили сюда на поклонение Пречистой Богородице, чудесным явлением иконы которой освящено это место. К сожалению, в наше время для поддержания добрососедских отношений монастырю приходится прилагать особые усилия. И хотя до сих пор вокруг обители идут споры по поводу возвращения ей исторической территории, с 1992 года восстановлено очень много. И помощь братьев в этом оказывают сами крымчане, понимающие важность сохранения святынь. Не только именно пожертвования, но и как бы Бог дал силы, поэтому нужно чем можем и помогать. То есть трудом, усилиями, даже молитвой. Поэтому кто-то чем может. Искушений это много, начиная от того, что утром спать хочется, то есть вот сюда мы прибыли к 7 утра, заканчивая тем, что куча мирских дел, именно работа, все это отвлекает, дети, семья. Но нужно и можно выделить полдня времени, чтобы помочь именно своими силами, своим трудом. Участники субботника помогали в строительстве и возведении ограды на границах обители. Настоятель монастыря Архимандрит Силуан сетует, что условия уединения монахов сложны, поскольку дорога через монастырь общего пользования. Проходной двор. Хорошо, что хоть с двух сторон обитель окружают отвесные скалы высотой до 140 метров. Одна оградительная стена уже возведена, над другой предстоит потрудиться. Но труд здесь в радость, уверяет Александр Нестеров, приезжающий на помощь братьям уже 7 лет. Ну, смысл в том, что вроде бы легче на душе будет. Ну, как, просто я не знаю сам, просто мне как вроде бы что-то тянет сюда, как Господь Бог зовет, я не знаю. Едешь домой, совершенно другое настроение. Хоть и физически работаешь, а просто душевно отдыхаю здесь вот. Ну, думаю, что сидеть на кровати лежать. Ну, прийти здесь не тяжело, здесь вообще на свежем воздухе. Все, и посмотреть на свой труд. Буквально года 4 назад церковь какая-то красивая построилась. Вообще вот тоже. Только фундамент закладывали, а уже церковь стоит. Много молодежи приходит, много ребят помогают, приходят. Сейчас потеплеет, вообще человек по 50 выезжает, работает. Среди участников субботника – директора фирм и спортсмены, казаки и студенты, все разного возраста. Но главное, те, кто имеет недобрые мысли, видят, что обитель есть кому защитить. Субботник совпал с годовщиной нападения на монастырь в 2004 году, когда активисты Меджлиса, нелегального крымско-татарского парламента, разбили строившийся монахами навес для торговли духовной литературой, объявив нижнюю площадку обители территорией общего пользования. Вопрос остается открытым. Но готовых прийти на помощь обители с каждым годом все больше. И среди них все чаще молодые лица, для которых возрождение святынь стало частью жизни. Я считаю, что, во-первых, это все зависит от воспитания семьи, от родителей, от того, как они привели свои примеры. Чтобы молодежь сейчас убедить, вообще слов не подберешь. Нужен личный пример. То есть стараемся подавать. Для всех, готовых от души потрудиться для души, двери монастырской гостиницы и трапезной открыты. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым. На Алтае набирает популярность новый вид отдыха – сельский туризм. Отпостники с удовольствием меняют пляж и пальмы на возможность прополоть грядки и подоить коровы. Сейчас такие сельские гостевые дома есть почти в каждом регионе Алтая. Сельский туризм – это, попросту говоря, отдых в деревне. Гости предлагают поселиться не в гостинице, а в самом обычном сельском доме. Такие дома получили название «зеленых». Поклонники такого вида отдыха могут вкусить все прелести деревенской жизни – покататься на лошадях, порыбачить, сплавиться по реке, вдоволь напариться в бане, послушать тишину и подышать свежим воздухом. В меню для отдыхающих исключительно продукты, выращенные на местных огородах и полученные от домашнего хозяйства. И главное – отдых в зеленых домах – это еще и возможность увлечься каким-нибудь ремеслом, открыть для себя что-то новое. Эта новость завершает сегодняшнюю программу. Выбирайте для себя интересный и продуктивный отдых. И мы прощаемся с вами ровно на неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова